всем привет с вами ирина и канал my diy life сегодня снова моя рубрика красота из мусорного ведра которую так любят многие из вас и сегодня я буду декорировать обувные коробки у меня уже было подобное видео почти год назад тогда я делала контейнеры для хранения в винтажном стиле ну а сегодня покажу вам несколько вариантов оформления обувных коробок в несколько иной стилистике но это еще не все сегодня я объявляю очередной розыгрыш так что если вам интересно смотрите видео до конца в конце как обычно расскажу все условия ну а пока смотрим первым делом собираем из наших коробок комплекты и при необходимости подклеиваем если где-то коробки порваны заклеиваем отверстие если они нам мешают и тому подобное дальше коробки нужно загрунтовать подойдет любой белый грунт что есть под рукой крайнем случае можно смешать белую краску на водной основе с пва и пользоваться таким вот самодельным грунт грунту и снаружи и изнутри для первого комплекта я покрасила коробочки в серый цвет и снова я воспользовалась краской из строительного магазина у меня это та самая краска которая в прошлом ролике красила стол для детской красил валиком так получается более ровная и гладкая поверхность без следов от кисти к тому же валиком процесс покраски получается очень быстрый буквально пять минут и коробка готова после этого даем коробкам хорошо просохнуть берем большой тазик или пластиковый ящик как я чтобы в него поместилась коробка наливаем туда воды и прямо на поверхность воды пшикаем золотой краской из баллончик получившиеся лужицы можно дополнительно разогнать тонкой палочкой по поверхности формируя нужный нам рисунок после того как краска разошлась по поверхности красивыми разводами берем крышку и смело окунаем воду лучше погружать немножко не доходя до верха бортик чтобы вода не залилась внутрь а то сохнуть будет дольше имейте в виду краска потом осядет на внутренних стенках ящика или тазика поэтому лучше брать либо тот который не жалко ну или просто оттереть потом краску растворителя при необходимости пшикаем еще краски разгоняем и окунаем уже коробку можно окунать целиком или поочередно все четыре стороны очень завораживающий и волнительный процесс никогда не знаешь что в итоге получится не бойтесь что коробки размокнут они в воде всего пару секунд за это время ничего с ними не сделается но и после того как все коробки искупали оставляем сушиться можно помочь делу феном чтобы быстрее просохла мне захотелось добавить коробкам немножко геометрии и я решила добавить золотую полосочку для этого приклеиваем две полоски малярного скотча на небольшом расстоянии и красим той же краской металлик оставшийся открытым промежуток у меня скотч тоненький поэтому чтобы краска не попала на остальную коробку основную поверхность прикрывала бумагой после того как покрасили самое приятное снимаем скотч мне захотелось добавить коробкам ручки тем более что нужно было спрятать круглое отверстие с торца обеих коробок для ручек я вырезала из картона несколько прямоугольников примерно 5 на 12 сантиметров и склеила их между собой по четыре штучки чтобы ручки получились толстенькие получившиеся прямоугольники я покрасила той же золотой краской после высыхания можно приклеить ручки коробка я же с изнанки подклеила к ручкам по два маленьких кусочка толстого картона чтобы ручки чуть отступали от поверхности коробки клеем на термо клей либо на любой контактный вот и все как видите путем совсем не сложных манипуляций обычные обувные коробки превратились в гламурный золото все-таки металлик творится вещами чудеса но конечно вы можете поменять цвета по вашему усмотрению очень красиво будет сочетание серого с медным металликом а для любителей розового если основной тон коробок сделать нежно-розовым золотом получится прямо классика гламура но а с другой стороны если вы не любите металлики красиво будет такой мраморный рисунок нанести просто другим цветом например темно-серым по светло-серому или наоборот белый получится тоже интересно и кстати вместо краски металлик вполне можно использовать самый обычный лак для ногтей если конечно у вас есть ненужный подходящего цвета второй комплект коробок мне захотелось сделать ярким и поэтому коробки я покрасила в красный цвет чтобы получился ровный и насыщенный тон пришлось делать пару слоев красные коробки я буду украшать докупажем если вы любите докупаж наверняка у вас такое бывало вроде бы куча салфеток а подходящего рисунка нет но если у вас есть струйный принтер вы можете печатать нужные вам мотивы прямо на салфетку сейчас покажу как вам понадобятся самые обычные однослойные салфетки белого цвета вырезаем часть нужного размера я в данном случае отрезала четвертинку и приклеиваем на лист обычной бумаги при помощи малярного скотча обычный тонкий тоже подойдет важный момент клеить салфетку нужно отступив сантиметров на пять от верхнего края листа чтоб принтер не заживал бумаг приклеиваем листочек сверху и снизу я предпочитаю прихватить еще кусочками с боков чтобы лист салфетки был хорошо натянут иначе принтер может испачкать салфетку и подготовленный таким образом лист бумаги с наклеенной на него салфеткой опускаем в принтер головой вниз открываем рисунок который хотим напечатать на стройках печати выставляем плотную бумагу и высокое качество печати чтобы мотив получился почетче и поярче и можно печатать я печатаю на принтере epson expression home xp 352 точнее это не совсем принтер а многофункциональное устройство то есть и принтер и сканер и копир в одном с картриджами инксистем это конечно очень удобно все в одном и размером мой epson при этом совсем небольшой что тоже плюс экономит место на столе дома это всегда актуально он делает качественные отпечатки можно печатать фотографии для домашнего архива вполне приемлемого качества причем вы можете распечатать например фото даже напрямую с мобильника по вай фай можно печатать без полей для некоторых проектов это бывает важно удобно и в использовании картриджи кстати они спрятаны под крышкой сканера так что маленький ребенок например так сразу до них не доберется в общем отличное соотношение цены и качества и для дома на мой взгляд оптимальный вариант ссылка на устройство где вы сможете более подробно посмотреть характеристики и цену epson xp 352 будет в описании под видео такой вариант печати на салфетках очень удобен не нужно искать салфетки с нужным рисунком а просто берешь и распечатываешь понравившийся для любительниц декупажа просто находка вот такой мотив у нас получился остается аккуратно отделить салфетку от бумаги вырезать либо оборвать края и пользоваться ну что же делать тем у кого нету дома струйного принтера спросите вы ведь с таким листом с наклеенной новой салфеткой уже не пойдешь куда-нибудь в копировальный центр и для такого случая у меня есть для вас прекрасное решение компания оригиналом . нет любезно согласилась предоставить точно такое же устройство epson expression home xp 352 в качестве главного приза и поэтому сегодня я рада объявить очередной розыгрыш и победитель этого розыгрыша получит в подарок точно такой же мфу так что если вам интересно если вы хотите получить этого красавчика к себе домой то продолжайте смотреть это видео до конца в конце я расскажу все условия вернемся к нашим коробкам и так я распечатала четыре одинаковых мотивы на уголке крышки я взяла этот мотив с фотографией шелкового платка дорогого бренда кстати если захотите повторить как обычно ссылка на эти картиночки будет в описании вырезаем все рисунки по контур чтобы ровно разместить мотивы на крышке рисуем карандашом рамочку устанавливаем картинки и легкими штрихами намечаем их расположение поскольку салфетка прозрачная чтобы рисунки получились яркие нужна белая подложка поэтому я подкрашиваю места приклеивания мотивов белой краской дожидаемся высыхания подложки наносим клей pva либо докупажный клей и аккуратно приклеиваем картинки ориентируясь на рамку и ранее отмеченное расположение рисунка покрываем рисунки тем же pva либо докупажным лаком дожидаемся высыхания и подкрашиваем красным цветом краешки где белая подложка выступает за края рисунка чтобы было аккуратно можно дополнительно потом обвести края рисунка тонким маркером наконец рисунки готовы беремся за канцелярский нож и делаем аккуратные прорези в местах где на рисунках пробелы там на исходном рисунке к этой металлической детальки цеплялся кожаный ремешок ну а я буду цеплять ленточки я выбрала ленточку темно-зеленого цвета при необходимости кончик можно сложить чтоб поместился в прорезь прикладываем край ленточки коробки и толстой иголкой аккуратно проталкиваем ленту в прорезь вытягиваем кончик с изнанки и закрепляем термо клеем отрезаем кусочек до нужной длины аналогично протягиваем в прорезь и подклеиваем с изнанки у нас получилась иллюзия того что ленточка продета в нарисованные металлические элементы повторяем эту манипуляцию по всей рамке на крышке старайтесь сразу красиво уложить складочки если у вас широкая лента кстати именно широкой эффектнее всего и смотрится за счет этих самых складочек и хорошо натягиваете ленточку чтобы она не болталась на поверхность если коробка большая можно еще в паре мест прихватить сверху капелькой клей чтоб потом ленточка не ездила когда я закончила первую крышку мне захотелось чего-то добавить я снова полезла в запасы ленточек у меня нашлась красненькая ленточка поуже и я также проделав прорези и подклеила эту тонкую ленточку поверх широкой так что получилась иллюзия полосатой ленточки аналогично я сделала прорези и проделать зеленую ленточку по боковой части коробки чтобы ленточка не уезжала на всех уголках я прихватила ее термо клеем конечно внутри коробки надо будет подклеить еще вкладочки из картона в крышку и боковину чтобы скрыть хвостики ленты и наконец я решила использовать пару бракованных бижутерных подвесок давно они у меня валялись у них залиты дырчики для подвешивания нормально их поэтому никуда не подвесишь и тут я подклеила их на боковые ленточки на тот же термо клей коробочки получились очень яркие и нарядные как я и хотела и мне кажется с полосатыми ленточками и насекомыми очень в стиле одного известного бренда интересно угадаете какого? в таких коробках можно хранить например шарфы или перчатки ну а можно зимой положить под елку или хранить в них елочные игрушки цвета то очень новогодние получились ну а если сделать их более сдержанных тонов например серые и подобрать ленточки пары оттенков серого либо наоборот сделать контрастный черно-белый вариант у вас получится совсем другая история но не менее декоративная атласные ленточки придают эдакий гламурный флёр абсолютно в любом цвете и при этом стоят сущие копейки на две коробки у меня ушло около 3 метров ленты для следующей коробки снова понадобятся дешевые однослойные салфетки нужны салфетки с пупырчатой текстурой вот такой обрываем у салфеток края чтобы границы соединения салфеток на коробках были незаметны понадобится 6-7 салфеток на одну коробку также для работы потребуется любая строительная шпатлевка я использую ту же самую которую делала садовые фигурки но подойдет абсолютно любая главное чтоб была на водной основе наносим на поверхность коробки шпатлевку равномерным тонким слоем около миллиметра будет достаточно удобней обрабатывать отдельно каждую плоскость на шпатлевку накладываем салфетку и аккуратно прижимаем стык клеим внахлёст чтобы одна салфетка заходила на другую если есть можно прикатать поверхность валиком так будет ровнее слой шпатлевки старайтесь сделать по возможности ровненький если где-то слой будет слишком тонкий рельеф будет почти не виден а слишком толстый может потом потрескаться нахлёсты пока не трогаем пускай себе торчат и в таком виде оставляем коробки хорошенько просохнуть пару дней после полного высыхания можно оборвать все болтающиеся края салфеток салфетки хорошо прилипают к шпатлевке так что можете не бояться просто обрывать все лишнее какие-то лохмушки неизбежно остаются торчайте чтобы их пригладить а заодно придать поверхности дополнительную прочность покрываем поверхность клеем пва приглаживая кистью все торчащие лоскутки и после высыхания можно красить рельефную поверхность не захотелось подчеркнуть перламутровой краской я взяла жемчужный перламутровый цвет красила кистью валик не прокрасил рельеф как нужно кстати небольшой лайфхак если у вас нет перламутровой краски но есть старые ненужные блестящие тени либо хайлайтер который не пришелся ко двору а выбросить жалко можно его хорошенько растолочь и добавить к обычной акриловой краски при необходимости немножко разбавить и вы получите перламутровую краску ну а есть и очень красивые хамелеоновые перламутры в продаже как у таир когда краска прозрачная а блеск у нее цветной например розовый синий и зеленый они будут просто потрясающе смотреться на такой фактуре ну и пока коробки сохнут можно заняться отделкой мне захотелось сделать какую-нибудь интересную застежку для этого из картона вырезаем кружки у меня около семи сантиметров в диаметре я просто круглый флакончик на картоне обвела точно так же как и с ручками на первых коробках чтоб кружочки получились прочные и толстенькие склеивала несколько слоев картона примеряем кружочек на коробку отмечаем место перехода стенки в крышку и разрезаем кружочки на две части на примерке выяснилось что из-за зазора между крышкой и стенкой коробки куски кружочка не сойдутся поэтому на нижнюю часть я наклеила еще несколько слоев картона чтобы она стала еще потолще красим кружочки в золотой цвет я решила украсить кружочки красивыми металлическими веточками купленными давным-давно на ebay можно для этих целей и взять настоящие сухие веточки и покрасить их в металле я наметила ручкой места крепления веточек и проткнула картонки толстой иглой в этих местах для крепления веточек понадобится тонкая проволока продеваем проволоку через дырочки и в буквальном смысле пришиваем проволокой веточку к кружку изначально мне хотелось на верхних кусочках кругов сделать петли в которые вдевалась бы веточка но из-за сильной разветвленности веток эта задумка не удалась поэтому они стали просто декорацией приклеиваем нижнюю часть кружка на боковинку коробки и потом приклеиваем верхнюю часть чтобы кружок выглядел целым мне кажется эти коробочки получились немножко восточные видимо дело веточки внутри круга ну а интересная фактура напоминает перламутровую кожу кстати таким же образом можно сделать фактуру на деревянной коробочке получится шикарная шкатулка для украшений ну а в таких картонных коробочках хочется хранить какие-нибудь приятные женские штучки заколки и тому подобное даже на туалетном столике они будут выглядеть вполне уместно и никто не подумать что это самые обычные обувные коробки обязательно напишите мне в комментариях внизу под видео какой из вариантов сегодняшнего декора обувных коробок вам приглянулся больше всего и какой захотелось перенести в свой интерьер ну а сейчас как я и обещала расскажу вам условия розыгрыша победитель которого получит в подарок многофункциональное устройство Epson Expression Home XP352 условия как обычно очень простые условия первое вы должны быть подписаны на мой канал потому что конечно розыгрыш я провожу только для моих любимых подписчиков условия второе вам необходимо подписаться на канал компании original.net ссылка на их канал будет в описании внизу под видео и наконец условия третье вам необходимо написать абсолютно любой комментарий к этому видео для того чтобы я вас увидела и посчитала розыгрыш продлится две недели как обычно в отдельном видео я объявлю победителя проведу розыгрыш и счастливчику который окажется победителем компания original.net абсолютно бесплатно отправит этот принтер это многофункциональное устройство розыгрыши могут участвовать жители России, Белоруссии, Казахстана и Украины так что я вам всем желаю огромной удачи в розыгрыше ну а на сегодня все всем пока